Медиагруппа «Авангард» представляет обмениваться опытом. С защитой тоже нужно обмениваться опытом. У нас есть стенд, на котором мы предоставляем свою услугу, поставляем инструменты, рассказываем, что мы можем помочь нашим заказчикам. Во-вторых, у нас есть действительно доклад экспертный, на котором мы рассказываем про социальную инженерию, о том, как центры мониторинга и реагирования могут бороться социальная инженерия. Тема очень тяжелая, тема очень большая, на самом деле к ней даже подступиться очень сложно. Тем не менее все равно необходимо что-то делать, и мы фактически разрабатываем такой новый подход на рынке для того, чтобы системно бороться с этой большой угрозой. Путь на самом деле большой, то есть пять лет назад вообще не было большинству понятно, что такое сок. Сейчас этот термин уже у всех достаточно хорошо устоялся. Более того, сейчас никто не сомневается, что это является большой необходимостью, то есть можно все превентивные меры настроить идеально, но тем не менее они не спасут от ряда больших угроз, которые в принципе нас могут пройти даже через эти все меры защиты. Поэтому сок это по большей степени такое большое растяжимое понятие, это может быть сок как аутсорсинг, сок внутри как инсорс, но тем не менее никто не сомневается, что это необходимо. Появятся новые угрозы, которые будут использовать машинное обучение, которые будут использовать, которые будут воздействовать на системы идентификации человека по голосу, по лицу. Появятся большие возможности у злоумышленника, которые будут позволять синтезировать, например, человеческий голос при необходимости. Некие системы дополненной реальности, которые могут обмануть ответственного сотрудника, например, где-то на какой-то позиции, то есть ему могут позвонить по скайпу условно, и он увидит ситуацию, которая на самом деле будет синтезирована и принять какие-то неправильные действия. Будет повышаться и сложность атак, будет повышаться их и массовость, поэтому всем с этим придется заниматься соку, то есть от этого не уйдешь. Многое из того, что сейчас происходит в соке, будет автоматизировано, и в то же время очень много появится дополнительных экспертных областей, связанных совершенно с новыми направлениями, которые потребуют глубокого погружения специалистов уже в эти темы. Ее главное, на мой взгляд, достоинство в том, что она стимулирует рынок именно в глобальном таком нашем масштабе, ну в региональном на уровне государства, заниматься информационной безопасностью. Я жду от 187 ФЗ не столько какой-то реальной помощи организациям в защите, если честно, но я жду от 187 ФЗ именно вот этого стимулирования и интереса к тому, чтобы заниматься информационной безопасностью. Все равно финальная ответственность она будет всегда как бы на самих организациях, и это нужно понимать. Здесь закон, ГОСОПК, НКЦКИ, они всех как бы не защитят, они скорее регулируют этот рынок. Здорово, что у нас есть такая инициатива, которая превратилась в законодательные акты, то есть это на уровне государства переоценить это достаточно сложно. То есть мы, вопреки такому достаточно распространенному мнению, мы здесь не отстаем от развитого мира, то есть в каких-то аспектах мы даже его опережаем, вот именно в этой части, так что это очень правильное направление. Финансовый сектор, он был первый. Конечно, тут стимулировал еще ЦБ и Финсерд, это был, скажем так, некий прообраз ГОСОПКИ только в финансовом секторе, и это дало некий стимул уже финансовому сектору, ну плюс бизнес финансового сектора напрямую зависит от информационной безопасности, они были в этом кромны и заинтересованы. Второе – это телеком, это сегмент, который еще с 90-х годов хорошо регулируется, да, многие там требования а-ля там СОРМ и многие другие, да, свойственные для этого сегмента, а государственные, они, наверное, сейчас где-то как-то параллельно идут с промышленностью, да, то есть несколько отстают, но как бы уже ненамного, не так, как это было еще несколько лет назад.